Здравствуйте! Это совместный проект «Саратов-24» и ОТР. В эфире федерального канала саратовские журналисты знакомят зрителей с главными событиями региона. О самых значимых новостях минувшей недели расскажу вам я, Полина Попенец. В начале выпуска коротко о главных темах. Зеленые зоны на пересчет. Провести ревизию всех парков города Саратова. Спикер Госдумы предложил создать программу по благоустройству Саратова и включить в нее все парки, скверы и бульвары. Скоро запуск. Мы зашли в эту программу и это позволило вам благоустроить данную территорию. На третьей дачной вот-вот заработает новый фонтан. Чашу построили напротив Дома культуры «Россия». Всем ли понравился новый объект? Попрощался. Все плачут, и я плачу. Все всеми. Бывший митрополит Саратовский-Ивольский Лонгин провел свое последнее богослужение. Приводили в порядок. Не просто найти могилу участников Великой Отечественной войны. Саратовские журналисты вновь отправились на Воскресенское кладбище. Во время работ нашли могилу лауреата Сталинской премии. Неутешительная статистика. За прошедшую неделю в Саратовской области от коронавируса скончались 4 человека. Информацию об этом сообщили в телеграм-канале Федерального оперативного штаба. В региональном Минздраве рассказали, что одной из жертв коронавируса стал молодой человек. Он вернулся из другого региона и заболел. Спасти его не удалось. Мужчине было всего 29 лет. Общее число умерших в регионе составляет 79 человек. Также отмечу, что прирост заболевших COVID-19 в области держится на одном уровне больше сотни в день. А общее число зараженных в регионе уже приближается к 13 тысячам. Приводить в порядок парки, скверы и бульвары. К этому призвал Вячеслав Володин. Спикер Госдумы побывал в регионе с рабочим визитом. Политик проверил ход строительства сквера имени Марины Росковой в заводском районе. Год назад о благоустройстве попросили местные жители. Сейчас зона отдыха заметно преобразилась. Павел Фитилев расскажет, на что попросил обратить внимание спикер Госдумы. Здесь вовсю занимаются озеленением. В парке имени Марины Росковой высадили лиственницы, ели, сосны, клёны. Всего около сотни деревьев. Частично засеяли территорию газоном. Проверить ход работ приехал спикер Госдумы. Вячеслав Володин обратил внимание на полив растений. Если у вас это всё простоит недолго, а потом всё засохнет, претензии будут уже к мэру, к заказчику будут претензии. И правильно будут. И вас заказчик должен постоянно на это внимание обращать. Вы газон будете сеять в ближайшее время? Да, у нас гидропассив. У нас доля Новоастраханская. Вчера был посеян, там тоже сейчас болит осуществляется. О благоустройстве спикера попросили местные жители год назад. Вячеслав Володин помог найти деньги на реконструкцию парка в заводском районе. По проекту здесь появятся спортивные детские площадки, велодорожки. По словам политика, упор нужно сделать на качество. А городским властям обязательно оговаривать сроки содержания новых объектов. Правильно было бы в договорных обязательствах и по возведению парков, школ, записывать уже в условиях несколько лет, чтобы эти организации содержали. Они тогда будут заинтересованы делать более качественно, потому что поймут, что если у них будет работа выполнена неэффективно, потом тратиться нужно будет для того, чтобы свои же недоработки закрывать и заделывать то, что можно было не допускать. Приведут в порядок и пруд в центре парка и даже сделают небольшую набережную вокруг. Подрядчик пообещал справиться до конца сентября. Вячеслав Володин предложил и дальше приводить парковые зоны в порядок. Для этого создать отдельную программу. И в этой связи вот мы говорим про парк, да? Надо сейчас, Михаил Александрович, исходя уже из полученного опыта, который у вас есть при создании вот парка Марина Михайловна Росковой, провести ревизию всех парков города Саратова и сформировать программу развития парков города Саратова. Программу! В ревизию нужно включить еще и городские скверы с бульварами. Отметил политик. И поручил главе города на каждый объект завести паспорт с подробной информацией. Программу должны разработать до конца года. Павел Фитилев, Олег Бирюков, Саратов-24. Присоединились ко всероссийской акции «Цветы памяти». 3 сентября в Саратове отмечали памятную дату – день окончания Второй мировой войны. На набережной космонавтов спустили на воду венок в память о погибших моряках на Дальнем Востоке в войне с Японией. В акции приняли участие сотрудники областной службы спасения, а также местный союз военных моряков. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, а все желающие бросили в воду красные розы. В боях, продлившихся с 9 августа по 3 сентября и охвативших территорию от акватории Охотского моря до Восточной Сибири включительно, приняло участие полтора миллиона солдат. Во Второй мировой войне погибло свыше 55 миллионов человек. Наибольшей жертвой понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов граждан. В центре Саратова в честь фронтовика прошел парад. Таким необычным образом Михаила Тупицкого решили поздравить с юбилеем разгрома Квантунской армии. Саратовец в 18 лет ушел на фронт, стал участником Курской битвы, освобождал Белоруссию, участвовал в битвах за Кёнинсберг и Порт-Артур. Трижды был ранен, начинал служить пехотинцем, а окончил службу музыкантом военного оркестра. Сегодня особо великий праздник. Праздник окончания Великой Отечественной войны, Великой Второй войны и победы над японскими милитаристами. Готовятся к запуску. На третьей дачной вот-вот заработает новый фонтан. Чашу построили напротив Дома культуры России. Сама конструкция будет светодинамической. Помимо этого, саму площадь привели в порядок. Ее благоустроили благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Рабочие уложили новую плитку, установили лавочки и световые опоры. Фонари будут такие же, как и в Радищевском сквере. Чтобы вандалы не портили зону отдыха по всей округе, появится с десяток камер видеонаблюдения. По словам чиновников, что должно появиться вместо старого стихийного рынка, долго обсуждали с местными жителями. Горожане рассказали, что хотят фонтан и побольше зелени. Больших деревьев решили не сажать, зато появились декоративные зеленые насаждения. Многие саратовцы теперь в восторге от площади. И в продолжение темы наценили, насколько комфортно будет горожанам. Городские чиновники отправились по соцобъектам, которые возводят в Саратове в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Например, побывали в Октябрьском районе на Второй Садовой. Там завершается реконструкция бульвара. Побывали чиновники и на смотровой площадке у старого аэропорта. Здесь также работы подходят к завершению. Чтобы было удобно саратовцам, дорожки заасфальтируют. На территории планируется установить скамьи, шезлонги и качели. Плитка у них пришла, они начали вложить ее в субботу. В субботу и воскресенье они вложили вот там, в скамейке. И вот здесь вот они кладут два дня. Вот за два дня они вот так кладут. Еще одно место, которое уже оценили саратовцы – смотровая площадка в Парке Победы. Всего в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в нашем городе будет благоустроено 10 территорий. А параллельно чиновники занимаются проектированием общественных территорий уже на следующий 2021 год. Напомним, что в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в одном только Саратове должны реконструировать с десяток объектов. Из федерального бюджета были выделены десятки миллионов рублей. В списке скверы, парки, панорамы. В общем, территории, которые уже давно пребывали в удручающем состоянии. Поговорить об этом мы решили с известным в регионе краеведом Денисом Жапкиным. Панорама, она вообще всегда была излюбленным местом как минимум местных жителей, но не только местным. Я на правах местного жителя, я тут прожил почти 20 своих лет жизни. И за все это время здесь не только местные жители были. Здесь вот любая свадьба едет, она обязательно здесь паркуется, останавливается, выходит, смотрит, фотографируется, еще тут пикники устраивают. Вот, конечно, на автомобилях вечером сюда люди приезжают, поскольку внизу есть такая небольшая автодорога, на которую можно съехать. То туда съезжали люди, чтобы не мешать движению. И там вот в теньке останавливались, тоже глазели на ночной город. Особенно шикарно здесь во время Нового года, когда все начинают пускать салюты. И уже вот с 23 часов, наверное, до 2 часов ночи можно смотреть просто на нескончаемую вот эту феерию, когда со всех сторон одновременно куча салютов, фейерверков пылают, и город освещается. Вот, просто нереально красиво. Отсюда сразу видно Волгу, два моста, вот, скажем, площадка самая, наверное, наша известная такая вот, где можно увидеть весь город, это Скаловая гора и Журавли, но там проблема именно в доступности, потому что, чтобы дойти до нее, нужно сначала доехать, потом дойти до входа в парк, от входа в парк дойти еще до площадки, подняться по этой лестнице, пройти, как говорится, через все 5 лет войны, и только тогда ты туда попадаешь. Здесь же вот автопарковка, и ты сразу на площадке. То есть доступность тут прямо вот самая, ну, доступнее не бывает. И самое, наверное, важное, на мой взгляд, и то, чего я сам лично не ожидал увидеть, это то, что автостоянка, которая, мне кажется, вечно здесь была, и которая занимала вот ту часть панорамы, которая выходит как раз на Волгу, на мост, на город Энгельс, вот эта часть панорамы, она была закрыта автостоянкой с ее вот этим вот двухэтажным смотровым, смотровой будкой, и вот сколько я здесь жил, эта автостоянка была. То есть она была еще в советские времена, она тут появилась, мне кажется, с конца 80-х, и все это время она как такое вот уже достопримечательное место здесь была, все знали, где стоянка напротив аэропорта платная. И вот кончился, видимо, договор земельного участка об аренде, и городская власть не продлила его, не объявила тендер, она решила эту землю пустить на цели благоустройства и расширить вот эту вот самую площадку смотровую, что, на мой взгляд, самое правильное решение там как бы лицом к городу, и то, что оно также будет благоустроено, это вот большой плюс. Мы уже видим, что там строится такая капитальная подпорная стенка для укрепления склона. Если вот вдаваться в историю места, то эта панорамная площадка возникла, когда здесь строился вот этот автовокзал, строился аэровокзал на базе бывшей авиационной школы. В 50-е годы решили вот сделать, реконструировать, сделать большой, крупный такой вот вокзал, потому что количество пассажиров росло. В конце 70-х его еще больше расширили, и тогда вот, как я понимаю, вот эта вот площадка была здесь построена, вот эти вот крылья, которые видно со многих улиц. Вот если мы посмотрим там с Синова, с улицы Рахова, вот эти вот крылышки и мачта освещения, которые перед вот этой развязкой, они видны у нас с нижней части города очень хорошо. И любой человек, который прилетал в Саратов, он, можно сказать, попадал сразу на гору, с которой виден весь город, куда он сейчас поедет. И поэтому очень удобно было даже говорить там гостям города, которые прилетают, вот хочу посмотреть Саратов. Ну, выходи из вокзала и иди прямо, и упрешься в Саратов. Вот как бы весь Саратов как на ладони. Причем достоинство этой панорамной площадки, в отличие, например, от той, что на Кумысной поляне, где вот тоже часто сравнивают там, потому что на машине можно подъехать, ее тоже благоустроили. Тут открывается вид на самую центральную часть города. То есть тут мы видим и старый город, это и Фрунзенский район, и Волжский район видно, и Октябрьский, и Кировский. То есть тут вот именно историческая часть города, а не заводской и часть вот этих вот Октябрьского ущелья, как вот Смирновского, видно с Кумысной поляны. И опять же с Кумысной поляны со всех площадок все-таки до Волги достаточно далеко по расстоянию. С Соколовой горы мы ближе к центру, ближе к центральной части. И здесь мы все купола всех храмов видим, все основные достопримечательности, все высотные наши доминанты, которые сейчас есть. Если сюда приходить с каким-нибудь биноклем, то вообще красота. Ну и по-хорошему, если это благоустраивать и дальше, то тут, скорее всего, тоже могут, как и на Соколовой горе, установить какие-нибудь бинокли, для того, чтобы людям можно было бесплатно или за денежку глядеть и высматривать какие-то там точки, свои дома, искать на этой панораме. Это своеобразный символ. Можно его рассматривать и как символ нашей Волги, потому что это такая птица, которая порхает над городом и очень эффектно смотрится это снизу из города. Очень удобно то, что здесь проходит много маршрутов транспорта. Здесь же конечная одного из маршрутов. То есть людям можно как на своем автомобиле сюда доехать, так и на удобном транспорте из любого конца города сюда можно также подъехать. Деревья какие-то новые будут высаживать. Говорят о том, что будет там не только благоустройство, но и различные малые архитектурные формы. То есть современный вид, именно современная среда, то, чего нам не хватает. Потому что последнее время то, что у нас в городе происходило, это вот типовые детские площадки устанавливали, типовые спортивные площадки устанавливали, ну и немножко там сорняки какие-то убирали. А когда мы видим, что высаживаются крупномеры, когда мы видим, что какие-то по индивидуальным проектам какие-то осуществляются благоустройства, какие-то совершенно необычные игровые площадки устанавливаются, это сразу моментально привлекает людей, не только тех, кто живет рядом с этими местами, но и из других районов приезжают, чтобы на это посмотреть, чтобы там пофотографироваться, поиграть с детьми, в общем отдохнуть. Это, я считаю, прям прорыв в области благоустройства. Просто вспоминая, каким город был хотя бы лет 10 тому назад, когда у нас за редким исключением все такие вот парковые зоны, кроме городского парка, пожалуй, они были заброшены на произвол судьбы, и там ничего не происходило. Зона зеленая по второй садовой тоже. Я лично с ребенком оценил и велодорожку, по которой мы теперь катаемся в сторону Волги, пока вот она еще до Волги не дошла, но уже до второй садовой улицы, до улицы Серова, можно проехать спокойно с улицы Рахова. Кроме этого, там и гравийную дорожку сделали для выгула собак, и, естественно, для пешеходов полностью сделали новый тротуар. Ну, сейчас все как бы ровно, гладко, идеально, и с трудом вспоминаешь, уже не хочется даже вспоминать о том, как вот раньше там можно было проезжать на том же самокате, когда тебя на каждой кочке трясет, и ты должен постоянно смотреть, как бы там не споткнуться и с очередного там парапета не сигануть, чтобы не сломать себе там колесо или ногу. Ну, вот сейчас все сделано так, чтобы и пешеходам было удобно, и велосипедистам, и тем, кто на самокате катается, и людям, которые там выгуливают собак. То есть мы видим то, что она достойным продолжением улицы Рахова станет, потому что, ну, Рахова уже не нуждается в том, чтобы говорили, хорошо это или плохо, потому что стоит туда выйти любым вечером и увидеть, что там просто, как на проспекте Кирова, народу полно гуляет, сидит и развлекается. И сквер 905 года, и улица 2-я Садовая, она уже практически до конца сделана. Там осталось сделать только марш ступеней вот до вот этого угла улицы Серова и 2-й Садовой. И получается, что эта часть уже завершена. Теперь остается только часть к пляжу, но поскольку там еще новая набережная туда не дошла, я думаю, это дело уже ближайшего будущего. Вот та часть, которая по 2-й Садовой, там уже и освещение заработало. Тоже поставили современные мачты освещения такого темного цвета, как вот на улице Рахова. Тоже стало приятно, светло. Я просто для сравнения вот буквально на днях как раз сгостил у родителей и пытался отсюда вечером пойти до остановки общественного транспорта. И понял, что вот там, на Рахова, где я живу, это как небо и земля. То есть там уже освещение, там настолько светло вечером и ночью, что ты идешь, и тебе не страшно оступиться, не страшно, что там кто-то может тебя там подкараулить. А тут вот еще до сих пор этого нет. То есть я уже забыл о том, что раньше по всему городу было так, что по пешеходным каким-то зонам нельзя было пройти без того, чтобы вот не светить себе там фонариком каким-то. Сейчас вот и 2-я Садовая, и Рахова, они полностью избавились от этого недостатка. Я надеюсь, что скоро все наши улицы станут освещенными и в ночное время. Парк Победы, вот мне кажется, сейчас вот эта площадка, она многих заинтересует, потому что многие люди, кто гуляли по парку, они даже до этого места не доходили, потому что эта площадка, она расположена сразу за смотровой, потому что она сразу расположена за национальной деревней, и в основном все заканчивали свой променад, вот заворачивая на национальную деревню, и потом обратно возвращались. Теперь же еще пару шагов сделать за вот троллейбусы, трамвай, которые у поворота к деревне стоят, и ты попадаешь на вот нечто такое европейское, современное, какое-то модное пространство. То есть вот эти вот перголы, которые деревянные сделали сверху в качестве покрытия крыши, опять же, поставили удобные там и лавочки, можно под навесом сидеть, можно лицом вот ко всему городу. Выглядит это очень так не по-саратовски, я бы сказал, то есть ты ощущаешь себя точно не в Саратове, ты находишься там каком-нибудь там в парке Горького, там в парке Зарядье, или вообще за границей, то есть ты видишь, что место современное, и вот только вот увидев даже фотографии оттуда, я думаю, что любой саратовец захочет побывать там, чтобы самому, как говорится, ощутить, самому там пофотографироваться, посмотреть на город именно вот с этой точки. Поэтому для развития парка, для дальнейшего, это вот очень большая, большая как бы веха. Теперь нужно еще самую финальную площадку смотровую облагоустроить, которую уже на затон смотрит, то есть та самая, которая завершает вот этот парк Победы, куда точно еще никто не доходил, куда надо тоже довезти людей, чтобы парк был полностью охвачен людским потоком. Фонтан на Третьей дачной рядом с ДК России, он тоже там исторически находился, чуть-чуть в другом месте, но это место было, где собирались люди. То есть изначально перед любым ДК, вот мы любое возьмем место, около любого ДК обязательно есть какая-то площадка. Неважно, рядом с лестницей она может быть, сбоку или сзади, потому что любой дворец культуры – это место, где проводят какие-то мероприятия, в том числе и на улице, какие-то концерты уличные, и оно необходимо перед любым местом культуры. И в 90-е, к сожалению, у нас многие такие места, они были вот загажены такими стихийно организованными рядами, палатками, потом это как-то умудрялись еще и приватизировать или брать в аренду у города, чтобы ставить там вот эти вот ужасные шаляй-валяй рынки. И вот эта вот грязь, антисанитария, которая практически во всех вот этих вот стихийных павильонах царила, это, мне кажется, такой пережиток уже 90-х, от которого уже давно пора избавляться. И стыдно, уже входя в 20-е годы, 21-го века, выглядеть так, как выглядят там сейчас Индия, отсталые африканские страны. То есть давным-давно уже пора к цивилизованным методам торговли переходить, тем более, что там и так есть где торговать, там уже построены различные павильоны, торговые центры, и вот этим вот палаткам там места точно нет. И уж точно перед храмом культуры, которым всегда являлись ДК и ДК России, он был построен еще СЭПО-заводом, и в нем традиционно проходили и до сих пор проходят различные и общегородские мероприятия, и наши вот эти вот активы городские, где собирают общественников, там депутатам знаменитых всяких, саратовцев, и общаются с ними на предмет того, как благоустроить город. И странно, что вообще перед ним до сих пор, вот до настоящего времени, творилось такое безобразие. И, конечно, нужно было от этого избавляться давно, вот очень долго судились, и я рад, что теперь вот фонтан, он как бы закрепляет победу города над тем беспорядком, который там был. Несколько лет назад ведь люди говорили о том, что да это никому не надо, кто будет там сидеть, там будут бомжи лежать с пивом, то есть отношение было такое, что это на самом деле никому не нужно. Все сейчас сидят дома, все сейчас отдыхают в торговых центрах, ходят там и развлекаются, и продукты покупают, и едят, никому вообще не нужно на улице находиться. Это тем более странно, что Саратов это традиционно теплый город, это он как курорт на Волге. У нас большую часть лета температура под 30 градусов, и прогулочные такие вот зоны для отдыха, где есть лавочки, где есть места, где можно просто в тени деревьев посидеть, они всегда у нас пользуются спросом. Да даже сейчас вот новые зоны, которые были сделаны с лавочками, до сих пор порой места там не найдешь никакого свободного, чтобы вечером присесть и там с кем-нибудь посидеть, поразговаривать, там все уже занято. Вот эти вот теннисные столы, шахматные столы, которые на Рахово поставили, там тоже очередь, и не только вечером, ночью я вот прохожу, и в 12 часов там играют в теннис, то есть люди, которые должны были там спать с бутылкой, где они, там народ активно ведет образ жизни, качается на качелях, играет в шахматы, в шашки, поэтому это показывает напрямую показатель востребованности таких мест. Прервемся на прогноз погоды от Александра Новохадского, а затем мы продолжим подводить информационные итоги недели. Попрощался. Все плачут, и я плачу. Со всеми. Бывший митрополит Саратовский Ивольский Лонгин провел свое последнее богослужение. Приводили в порядок. Не просто найти могилу участников Великой Отечественной войны. Саратовские журналисты вновь отправились на Воскресенское кладбище. Во время работ нашли могилу лауреата Сталинской премии. Здравствуйте! С 7 по 13 сентября в Саратовской области метеорологи обещают вполне комфортную погоду. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27 градусов, а ночью до плюс 13. Атмосферное давление в среднем в пределах нормы. В народе говорят тихий сентябрьский денек к нарядному бабьему лету. А много желудей на дубе к теплой зиме. С вами был Александр Новохадский. Всем всего доброго! До встречи! О криминальных новостях расскажет официальный представитель Главного управления Министерства внутренних дел России по Саратовской области Анастасия Захарова. Здравствуйте, Анастасия! Вам слово. Спасибо, Полина. В День знаний сотрудники госавтоинспекции открыли специальный класс в Саратове. Ученики прогимназии Олимпионик будут взаимодействовать с сотрудниками автоинспекции, изучать правила дорожного движения, проводить совместные акции, направленные на профилактику детского травматизма. Для детей был закуплен учебный материал, оборудован специальный кабинет, а также обустроена специализированная площадка с разметкой и дорожными знаками во дворе школы. Не забыли преподаватели и о внешнем виде учащихся. Теперь юные инспекторы будут посещать уроки в специальной форменной одежде. В первый А и в первый Б «Мы идем без ДТП». Акцию под таким названием провела госавтоинспекция. В ней приняли участие сами сотрудники и ученики одной из саратовских школ. Вместе они решили напомнить пешеходам и водителям о наступлении нового учебного года и о том, как важно соблюдать правила дорожного движения. После лета поток машин традиционно увеличился, а детям теперь приходится чаще переходить дорогу без сопровождения взрослых. При этом, как уточнили инспекторы, школьникам нужно время, чтобы адаптироваться к условиям дорожного движения после длинных летних каникул. Поэтому автолюбителям стоит быть внимательнее. Автоинспекторы вручали памятки, цветовозвращающие элементы и воздушные шары в цвет сигналов светофора юным участникам дорожного движения. И, конечно же, напоминали, как правильно себя вести на дороге. А к родителям юные ребята обращались и говорили о том, как нужно и важно соблюдать ПДД и быть примером для своих детей. В Энгельсе сотрудница одного из медицинских учреждений подозревается в незаконном сбыте сильнодействующих веществ. Установлено, что подозреваемая, имея доступ к сильнодействующим лекарственным препаратам, находясь в служебном кабинете, передала своему знакомому ранее судимому мужчине около трех граммов вещества тромодол. Также установлена причастность мужчины к сбыту указанного вещества одному из жителей города Энгельса. Незаконную деятельность сотрудникам полиции удалось пресечь в ходе проведения оперативных мероприятий. Это был обзор событий. Новая информация уже через неделю. Спасибо, Анастасия. О криминальных новостях рассказала официальный представитель Главного управления внутренних дел России по Саратовской области Анастасия Захарова. Новая эпоха Саратовской митрополии. Владыка Лонгин провел в нашем городе свое последнее богослужение. Литургия состоялась в Покровском храме. Вместе с уже бывшим митрополитом участие в службе принял и Игнатий, который пришел на его место. Сотни горожан отправились в храм. Жанна Марченко знает, почему люди не смогли сдержать слез и что пообещал им теперь уже бывший глава Саратовской епархии. Столько людей в Покровском храме обычно бывает в дни крупных церковных праздников или когда привозят святыню. Но сегодня повод другой. Ровно 17 лет назад в должности митрополита Саратовского-Ивольского Лонгин провел здесь свое первое богослужение. Сегодня его последняя литургия. Очень жаль, что Владыка уезжает. Привыкла и люблю его. Он очень умный, мудрый, молитвенник. Саратов весь плачет. Сам Лонгин тоже признается, в эти дни ему как никогда тяжело. Он сильно переживает уход из Саратовской епархии. А сообщения от жителей, которые сотнями приходят в социальных сетях, рвут его сердце. Все плачут, и я плачу. Со всеми. Я благодарю Бога за то время, которое он судил мне провести на Саратовской земле. Это не были легкие годы. Это было достаточно непросто. Но, по милости Божией, что-то удалось сделать. Рядом с Лонгином новый глава Саратовской митрополии. Владыка Игнатий прилетел в Саратов накануне. Ему уже успели провести экскурсию по старейшему собору города. Накануне отъезда он тоже провел прощальную службу в родном Ульяновске. Признался, что людей было много, а вот эмоций меньше. Там северный народ эмоций немножечко поскромнее выражает, но, тем не менее, это все чувствовалось. Тут много чувств, палитра разная. И горе, и надежда. Мы же верующие люди, мы верим, что все в руках Божьи. За время правления Саратовской митрополии Лонгин запомнился прихожанам, восстановлением и строительством монастырей и храмов, развитием духовной семинарии, увеличением количества приходов. И даже после прощания с прихожанами обещал не забывать про ужеставшую родной Саратовскую землю. А вы будете приезжать? Ну, Владыка вот пригласил, конечно. В любое время. Даже как и я Владыку приглашаю тоже в Симбирске. Надеюсь, он тоже приедет, посмотрит. Жанна Марченко, Олег Бирюков, Саратов, 24. Спорт как норма жизни. Для жителей поселка Духовницкое такое стало возможным благодаря нескольким проектам. Совсем недавно там рядом с местной школой появилась современная спортивная площадка. А совсем скоро откроют еще и фок под открытым небом. Таких спортобъектов в Духовницком никогда не было. Павел Фитилев узнал, почему они появились там сейчас. Много народу ходит? Да. Каждый вечер здесь полная площадка собирается. Больше 250 километров от Саратова поселок Духовницкое. Заниматься спортом с комфортом можно теперь и здесь. Совсем недавно на площадке возле местной школы появился целый спортивный городок. Современные тренажеры и площадка для сдачи нормы ГТО. То есть он показывает, как на нем заниматься. Показывает, Аронтагер это железный тигр. А чья это продукция Аронтагера? Москва. Все тренажеры сделаны в России. Это большой плюс, отметил депутат Госдумы Николай Панков. Он приехал в Духовницкое с рабочим визитом, а заодно посмотрел, как тренируются школьники. Опа! 2,50. Совсем скоро появится в Духовницком и физкультурно-оздоровительный центр открытого типа. Его построят по проекту детский спорт партии «Единая Россия». О таком объекте здесь давно мечтают. Осенью прошлого года местные жители обратились к Николаю Панкову. Объяснили, что заниматься спортом негде и никогда в поселке таких объектов не было. Здесь у нас будет хоккейная коробка. Она же в летний период используется как для занятия футболом, легкоатлетические дорожки, зона для стритбола, модульный бокс для переодевания использованные как коньки. Здесь можно хранить, переодеваться зимой. Здесь же у нас будет сборно-разборная трибуна на 100 мест посадочных. Не забудут и про легкоатлетов. На стадионе появится прыжковый сектор. Пока же ведутся строительные работы в рамках первого этапа. Готовят основания, разравнивают площадку, засыпают щебнем. Уже оградили территорию, выполняты работы по освещению. Мы видим, что эти партийные проекты, они направлены для людей, на развитие спорта, на создание комфортных условий для тех, кто проживает в сельской местности, в городах, в районных центрах, поселках, населенных пунктах. Это в любом случае направлено на здоровье, на укрепление семьи, на досуг наших граждан. Как отметил депутат Госдумы, необходимо не только уложиться в сроки строительства спортобъекта, но и выполнить всю работу качественно, чтобы потом не пришлось переделывать уже за свой счет. Павел Фитилев, Олег Бирюков, Саратов-24. Приводили в порядок могилы фронтовиков. Журналисты телеканала Саратов-24 вновь отправились на Воскресенское кладбище. Докрашивали оградки двух захоронений, а также искали другие. Во время поисков обнаружили заросшую могилу лауреата Сталинской премии. Этот артист некоторое время служил в Саратовском театре оперы и балета. Напомним, что это уже второй этап акции «Саратовский некрополь». На первом удалось привести в порядок десятки надгробий. Марина Одинцова расскажет, чью могилу нашли в этот раз. Давай докрасим вот эту могилу, потом еще новых поищем. Непролазные заросли. Так выглядят некоторые могилы героев Великой Отечественной войны и тружеников тыла на Воскресенском кладбище. Их родственники сюда приходят нечасто. Кто-то уехал из города, кого-то тоже нет в живых. Некоторые ссылаются на занятость. Именно поэтому за благоустройство таких могил взялись журналисты «Саратов-24» в рамках второго сезона акции «Саратовский некрополь». Есть другие ценности. Ну и в связи с тем, что, может, время не так часто дают, потому что нужно соблюдать какие-то каноны, приходить в выходные дни. И я думаю, если бы вся эта была традиция, то тогда и память была бы о предках значительно постоянно в устах людей. Найти могилы фронтовиков действительно очень трудно. Автор проекта «Саратовский некрополь» Юлия Трикозова сегодня докрашивает оградки двух участников войны. В прошлый раз, говорит, погода не дала закончить начатое. Чтобы отыскать ветеранов, приходится не только много ходить по кладбищу в поисках, но и работать с документами. Не просто найти могилы участников Великой Отечественной войны. Воскресенское кладбище больше похоже на непролазную чащу. Никаких планов этих могил, где находятся могилы именно участников Великой Отечественной войны, не существует. Приходится искать самостоятельно. Ищем как. Находим могилу со звездой. Хорошо, если повезло, и на ней есть табличка, мы можем прочитать, кто на ней лежит. Еще больше повезло, если мы нашли информацию в интернете. Сегодня журналистам удалось найти еще одну могилу с едва читаемой табличкой. Оказалось, что здесь захоронен заслуженный артист Глеб Серебровский. При жизни он выступал в Мариинском театре, а в 1935 году в Саратовском театре оперы и балета. Деятель искусства был лауреатом Сталинской премии, а его могила признана культурным наследием регионального значения. Памятник-то был не переписан. Похоронен? В Тёнин. В Тёнингсберге. Может быть, поискать, что он там похоронен? Воскресенское кладбище самый старый погост в Саратове. Здесь захоронены по некоторым сведениям от 300 тысяч до миллиона человек. Сегодня участники акции закончили благоустройство ещё двух могил. В следующий раз журналисты вернутся о благородии захоронения советского артиста. Марина Одинцова, Олег Бирюков, Саратов, 24. Он бывает четырёх-, трёх- и двухколёсный. 135 лет со дня рождения отметил мотоцикл. Больше века назад немецкий инженер Готлиб Даймлер запатентовал повозку для верховой езды. Она и стала прототипом современных мотоциклов. Сегодня этот вид транспорта не уступает автомобилям. Роман Базан встретился с теми, кто предпочитает передвигаться на мотоциклах. Довольно ровный, вообще он не нравится. Их связала страсть к мотоциклам. В семье Сербиновых все живут этим делом. Екатерина, она же Пантера, вице-президент женского мотоклуба Амазонки 64. 11-летний сын, которого в мото-кругах прозвали Маугли, разбирается в мотоциклах не хуже взрослых. А глава семьи по прозвищу Дядя Женя коллекционирует мотоциклы большую часть своей жизни. Полный антураж. Все, что могло быть в африканском варианте. Банки с водой, со спиртом, банки с бензином, противогазы. Отпускаешь тормоз, и он начинает ехать в этом повороте, добавляешь газа. Тогда мотоцикл идет на ровном газу, проходит поворот, ты можешь дальше отпускать тормоз, прибавлять газ, и будешь уже выезжать на ровном мотоцикле. В том, что мотоцикл снова стал популярен среди саратовцев, здесь знают не понаслышке. Это занятие клуба любителей по мото-джимхане. Участники соревнуются на специальной трассе в умении управлять двухколесным на разных скоростях. Тут мы рассказываем основы езды на мотоцикле, которые могут повысить безопасность вождения на дороге. То есть, повышая свой скилл, ты более безопасно становишься более безопасным участником дорожного движения. В этом году количество зарегистрированных в стране мотоциклов превысило 2 миллиона. Многие автолюбители до сих пор считают, что двухколесный транспорт самый небезопасный. Любители железных коней наоборот упрекают водителей в пренебрежительном отношении к ним. Но если участники дорожного движения соблюдают все правила, проблем точно не будет. Об этом говорят уже специалисты. Роман Базан, Олег Бирюков, Саратов, 24. Сразу после выпуска смотрите рубрику «Спецпроект». Депутат Госдумы побывал в районах нашей области. Николай Панков пообщался с жителями Пугачева, Балакова, Воскресенска. Проверил ход работ на строящихся объектах и пообщался с дольщиками. Подробности расскажет Анна Заболуева. А после в студии мой коллега Павел Фитилев пообщается с министром природных ресурсов и экологии области Константином Дорониным. Речь пойдет о новой системе обращения с отходами. А я с вами прощаюсь. Это был совместный проект телеканалов ОТР и Саратов-24. До встречи. Пугачевский район. Дом-музей Василия Чапаева. Пока это здание пустует, но вскоре здесь откроют залы с экспонатами, посвященными легендарному Ночдиву. Одним из первых в музее побывал депутат Государственной Думы. Николай Панков посмотрел, как отремонтировали здание. Реставрируем, баллы остались. И здесь уже будут бываться экспозиции. Здесь экспозиции. Печка так и была. Николай Васильевич так и осталось. Она тоже. Только реставрировали. Только реставрировали. После проведенной в прошлом году реконструкции дом-музей так и не открыл свои двери. Причина в том, что по проекту отопительный котел установили в помещении экспозиции. И без того небольшие площади музея теперь заняты техническими объектами. Решить проблему можно, лишь построив дополнительную газовую котельную. На это нужно найти дополнительное финансирование. И остается у нас задача это в зиму сюда подать газ с учетом двух вещей. И предложили, как один из вариантов, это отреконструировать вот это сооружение, сделать здесь его отдельную топочную. По плану работы должны начаться в начале сентября при условии соблюдения всех конкурсных процедур. Стоит отметить, что здание музея было построено в 1902 году. Будем уже перевозить экспозиционные все выставки, экспозицию, все будем завозить и будем расставлять все. И газ как проведут и мы открываемся. А примерно срок есть, когда откроетесь? Когда примерно ждете? Ну мы вообще хотели бы в сентябре все-таки в сентябре память Чапаева. Хотелось бы. Пугачево преображается и один из самых популярных скверов. Зеленая зона над Топорковской была реконструирована летом 2019-го. Тогда местные жители увидели его без зелени, с остатками строительного мусора и недоделанной спортплощадкой. Николай Панков указал на все недочеты строителям. Часть из них исправили. Я вижу, землю подвезли немножко, да? Песок 105 тонн. Песок 105 тонн, да? Земля, да, вот у нас была, мы подсыпали. Если даже вдруг оступился, ты все равно на земле. За качеством реконструкции здесь следит общественный совет. Люди рассказали депутаты, что строители исправили не все, на что им указали. Николай Панков попросил жителей Пугачева набраться терпения, ведь работы могут идти медленно. Также парламентарий отметил, что критика появляется из-за отсутствия коммуникации с жителями и обещал держать этот вопрос на контроле. А это уже Воскресенский район, поселок Синоцкое. В местной школе депутат Государственной Думы бывал неоднократно. Здесь при поддержке Вячеслава Володина установлен памятник Василию Клочкову. В самом здании школы проведен капитальный ремонт. Теперь будут благоустраивать территорию. И в дальнейшем уже на будущий год по весне будем высаживать деревья, возможно сад и смотреть что-то из спортивных тренажеров тоже устанавливают для детей. Проект благоустройства помогали создать ученики школы. Среди детей был проведен конкурс. Все самые интересные идеи будут собраны в одном проекте и реализованы на территории школы. Работы планируют закончить уже в сентябре. Область говорила, что они это на себя дурят и будет хороший двор. В рамках рабочей поездки по региону Николай Панков побывал и в Балакове. В микрорайоне 3Г он встретился с обманутыми дольщиками. Люди почти два десятилетия ждут свои квартиры. В 2015 застройщик объявил себя банкротом, оставив Балаковцев без денег и квартир. Решать проблему начали на федеральном уровне. Строительная отрасль у нас в области была в состоянии востребована. В мертвом состоянии. Давайте признаемся. Кирпичный завод обанкротился. ЖБК-3 обанкротилась. Потому что стоимость квадратного метра в других регионах предельно низкая. В других она выше. Людям надо платить, они тогда не будут уезжать. А просто по низким расценкам они не будут выходить и работать. Сроки сдачи этого дома постоянно переносят. Этот вопрос неоднократно поднимался на заседании в правительстве. Передать людям их законные квадратные метры обещали в сентябре. Правда, полностью решить проблему в городе атомщиков пока не удалось. Остались те жители, кто не получил квартиры в жилищно-строительном кооперативе возрождения и денежные компенсации. В итоге было решено взяться за строительство еще одного дома для них. Остались дольщики, которые не вошли в инвестиционный проект и дольщики, которые не вошли в ЖСК. И вот сегодня этот вопрос я заострил вместе со строительной организацией, с Ленинсаншем Писным, с Министерством строительства. Будем разрабатывать возможность до стройки им также жилья уже согласно действующего законодательства и по тем нормам, какие закреплены в этом законе. У вас маршрут куда ездить? У нас несколько маршрутов. Вот новый на этом маршруте. Куда пошли? То есть постоянного маршрута нет? Постоянный. Посетил парламентарий Балаковское троллейбусное депо и пообщался с работниками предприятия, поинтересовался условиями труда. Как отмечают сотрудники, зарплаты у них невысокие и большая часть электротранспорта изношена. Совсем недавно автопарк пополнился троллейбусами из Москвы. Их получили благодаря помощи спикера Госдумы Вячеслава Володина. Нужно и новый маршрут можно открывать, если в перспективе рассматривать. О проблемах работы электротранспорта говорил и Вячеслав Володин в Саратове. Он посетил троллейбусное депо. Первое, на что указал спикер Госдумы, это повышение зарплаты работников минимум до 30 тысяч рублей. Обновить автопарк троллейбусов и принять закон о стратегических предприятиях, прописать норму, чтобы их не могли перепрофилировать под другое назначение. За людей надо бороться. Условия создавать, это заработная плата, это то, что можно решить быстро и не откладывать. Надо переходить на те уже подходы в работе, которые есть, допустим, в той же Москве, в других городах, с тем, чтобы жители города почувствовали и отдачу, и комфорт. Решается в Балакове еще одна важная проблема. Многодетным семьям выдали землю, однако ни подведенных коммуникаций, ни подходов к участкам там нет. Из-за этого многие не могут начать строительство домов. На прошлой встрече с многодетными семьями Николай Панков призвал местные власти расчистить внутрирайонные дороги, обсудить план по уборке строительного мусора с участков. У меня вопрос такой, вот на сегодняшний день из скольки участков, к скольки участкам есть подход? Я думаю, что процентов 80, да, наверное. Самое главное, не останавливайся. Владислава мать троих детей говорит, на этот участок у них были большие надежды. Хотели построить большой дом, чтобы у каждого был свой уголок. Но из-за проблем начать строительство они не могли. Девушка даже начала сомневаться, получится ли заехать в собственное жилье, прежде чем дети вырастут. Сейчас нам надо обозначить участок, потому что они даже не обозначены, там нету ни столбиков, ничего, а дальше уже распланировать и вывезти оттуда бетон, там еще много делов. Раньше даже мы доезжали до поворота и все, туда даже до нашей улицы не было вообще доезда. Сейчас можно туда проехать. Для многодетных выделили земли сразу в трех микрорайонах. В 21-м 4-м 4-м и Натальина. Балаковцы рассказали, что работы начались оперативно. Улицы расчищены, планируется начать отсыпку дорог бетонной крошкой. Как отметили представители многодетных семей, это необходимо, чтобы в осенний период дороги не размыло. Школа села Антоновка. Здесь закончен капитальный ремонт спортивного зала. Работы велись в рамках партийного проекта «Единой России». На ремонт помещения, создание комфортных раздевалок и покупку спортивного оборудования выделили больше миллиона рублей. Спортивный зал был в аварийном состоянии. Фундаменты стены начали рушиться, протекала крыша. Партийцы откликнулись на просьбу о помощи. Теперь для 55 учеников школы будет работать новый современный спортзал. Такие же условия теперь создают и в селе Антоновка. Там на реализацию партийного проекта выделено почти 2,5 миллиона рублей. Хочем чтобы это было еще качественно и хорошее у школы воспоминания осталось. Надо вам усиляться. В спортивном зале села Антоновка укрепят фундамент, заменят окна и сделают все внутренние работы. Закончить ремонт здесь планируют к концу первой четверти. В Ершовском районе Николай Планков посетил и Чапаевский санаторий. В этом году в новом корпусе вновь начались работы. Он был законсервирован 17 лет назад. Инициатором строительства дополнительного здания с европейскими стандартами стал Вячеслав Володин. Ту задачу, которую он ставил, чтобы наши знаменитые Чапаевские грязи имели более доступное качество обслуживания, лечения, реализуются. Выделенное им финансирование позволяет в этом году достроить канализацию, входные группы, сделать перегородки в лечебном корпусе, поставить лифтовую и провести водоснабжение сюда. Дальше нужно смотреть дополнительное финансирование и делать заявку через средства федерального бюджета или искать другие резервы для достройки. Местный курорт славится на всю страну. Все потому, что здесь лечат кожные заболевания, неврологию, постинсульт и многое другое. Принимают людей в Чапаевке с 19 века. Особое внимание в грязелечебнице уделяется людям с ограниченными возможностями. Именно поэтому новый корпус возводят с учетом особенностей этих людей. Широкие дверные проемы, отсутствие порогов и лифт для передвижения между этажами. За месяц где-то 350-400 человек получало лечение, а с новым корпусом где-то около тысячи. Здесь будет то, что, во-первых, здесь более широкий ассортимент будет водных процедур, то есть там гидромассажи, душишарку и так далее. Более большой зал гальвана грязи и то, что будет автоматическая подача сероводорода и грязи. Открытие нового корпуса Чапаевской грязелечебнице позволит принимать до 4 тысяч человек в год. По словам парламентария, здравница повысит и экономическую привлекательность региона. Здесь будут созданы дополнительные рабочие места, а потоки туристов повлекут за собой развитие всего района. Анна Забалуева, Олег Бирюков, спецпроект «Саратов-24». Собирать мусор по-новому наш регион пытается сделать это с прошлого года. В России действует внедрение новой системы обращения с отходами. Предполагается раздельный сбор жесткие санкции за ненадлежащую утилизацию, а также поэтапное введение запрета на захоронение отходов пригодных к вторичной переработке. Подробнее об этом поговорим с министром природных ресурсов и экологии области Константином Доромин. Константин Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Россия перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Чем это обусловлено? Это обусловлено прежде всего тем, что предыдущая система не отвечала требованиям времени, не отвечала принципам экологической безопасности и не давала ответ на ряд важных вопросов, один из которых является несанкционирование за хранение отходов. Большинство отходов твердых коммунальных поступало на свалки, число их и площади ежегодно возрастали, тем самым было негативное воздействие на окружающую среду, это и на землю, и на водные источники, и на воздух. Поэтому правительством Российской Федерации было принято решение перестроить всю систему обращения с ТКО и построить на принципах того, что все отходы должны проходить первичную обработку на предприятиях коммунальной инфраструктуры, проходить первичную обработку, сортировку для того, чтобы извлечь полезные фракции, для того, чтобы их впоследствии направить на глубокую переработку и ввести в хозяйственный оборот. Также одним из принципов является уменьшение количества захоронений отходов. То есть, чем больше мы перерабатываем, тем меньше захораниваем. Ну и исключить несанкционированное размещение отходов. Вот основные принципы. Но, насколько я понимаю, все это не быстро и требует больших вложений. Да, Ну, начну с того, что с 1 января прошлого года все регионы Российской Федерации должны были перейти на новую систему. Саратовская область перешла на новую систему, начала переход чуть ранее. Это произошло в августе 2018 года. Значит, была разработана территориальная схема обращения с отходами, был, значит, определен региональный оператор. И на сегодняшний день у нас две зоны деятельности регионального оператора. Первая зона это в основном левобережные районы, плюс, значит, Вольский, Хвалынский район и город Саратов. В первой зоне сформирована система, значит, коммунальной переработки. Были построены три мусороперерабатывающих завода в городе Янгесе, Балаково и в Саратове мощностью 380 тысяч тонн в год. Также были построены 19 мусороперегрузочных станций и новый полигон в городе Янгесе мощностью 350 тысяч тонн, что позволяет сегодня нам уже отправлять отходы на предприятие обработки до 80% отходов, которые у нас образуются в Саратовской области. Во второй зоне у нас образуется всего лишь 20% отходов. Это в основном правобережные районы Саратовской области. На объектах переработки, о которых я сказал, происходит сортировка отходов, их дальнейшее направление на глубокую переработку. На сегодняшний день отбирается порядка 20 фракций. это и пластик, это и металл, картон, бумага. Только пластика на сегодняшний день отбирается до 12 фракций. И все это соответственно отправляется на глубокую переработку. Ну то есть, насколько я здесь понимаю, здесь ответственно к этому должны подойти и сами саратовцы, жители нашего региона, чтобы осуществлять разборный сбор мусора, если можно так сказать. Да, у нас в городе появились уже разноцветные баки, на которых написано, что для чего нужно, но я так понимаю, осознание того, что нужно это делать, пришло еще не ко всем. Да, у нас раздельный сбор мусора является приоритетным направлением, скажем так, перспективным направлением. С прошлого года мы начали реализовывать пилотный проект, это на территории Волжского района, региональным оператором на всех контейнерных площадках, а их 200, были размещены контейнеры для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Были поставлены три типа контейнеров, это для пластика, для сухих отходов, которые потом подлежат сортировке, и для мокрых так называемых отходов, это в основном пищевые отходы, которые, в общем-то, не подлежат сортировке, а подлежат захоронению. И, в общем-то, здесь мы изучаем этот вопрос в рамках пилотного проекта. Здесь стоят два вопроса, скажем так, это готовность, как вы сказали, населения к данному сбору данному процессу, и экономическая эффективность, то есть надо определить себестоимость данного вопроса, и, в общем-то, увидеть экономическую эффективность, чтобы выработать дальнейшие пути, в общем-то, движения в данном направлении. Значит, экономическая эффективность сейчас по истечении года будет подсчитана, а о готовности населения можно сказать, что, к сожалению, наверное, еще не все у нас люди, которые участвуют в этом процессе, готовы к раздельному сбору. Но это говорит, в общем-то, об этом говорит качество сбора, потому что в контейнеры с сухими, скажем так, отходами попадают мокрые. И наоборот. То есть, качество оставляет желать лучшего. Но, тем не менее, это направление для нас, я еще раз говорю, перспективное. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении, но активнее, наверное, надо обсуждать этот вопрос с населением, которое участвует в этом процессе, активно вести диалог, ну и использовать опыт зарубежных стран, потому что во многих, особенно в европейских странах, этот процесс уже там порядка 25 лет идет и, в общем-то, имеет положительные результаты. В различных странах это по-разному, допустим, в Германии там до 7 фракций в общем-то, собирается раздельно. У нас пока вот мы три контейнера, но в основном в европейских странах это 2-3 контейнера все-таки. Ну, смотрите, вот вы как раз говорите о неких проблемах, со стороны допустим тех же саратовцев, которые не понимают, что нужно вести раздельный сбор мусора. Еще какие-то проблемы были глобальные с введением вот этой новой системы? Ну, пока что, я говорю, мы отрабатываем на пилотном районе, Твовский район, и, подводя итоги, будем уже делать конкретные выводы по экономике и по готовности. Хорошо, а такой вот вопрос, а какова перспектива на будущее по работе новой системы вот по обращению с твердыми экономиками? Ну, говоря о перспективе, здесь, наверное, надо сказать, что сегодня главной движущей силой, наверное, этого процесса является национальный проект экологии. В рамках данного проекта перед нами поставлены определенные задачи в виде целевых показателей, на которых мы должны в перспективе выйти. Ну, основные показатели это, в общем-то, процент захоронения, то есть, он должен снижаться вдвое, процент сортировки и, в общем-то, направление полезных фракций в дальнейший хозяйственный оборот. К 24-му году этот процент должен быть 36%, в общем-то, мы будем стремиться выполнить этот, значит, показатель. А к 30-му году мы должны вдвое снизить объем захоранимых отходов на полигонах. То есть, 50% использовать и пускать на вторичный использование в хозяйственный оборот. Но для этого, безусловно, надо продолжать создание коммунальной инфраструктуры. Я уже о первой зоне говорил, что у нас здесь три предприятия созданы современных. Ну, а на территории второй зоны существует необходимость создания также объекта по захоронению полигона на 120 тысяч тонн и, значит, мусоросортировочного завода на 75 тысяч тонн и одной мусороперегрузочной площадки. То есть, данный объект будет обслуживать у нас 8 районов правобережных. поэтому сейчас работа ведется в данном направлении. Есть дорожные карты, которые наше министерство разработало совместно с корпорацией развития Саратовской области. Вот, значит, сейчас идет работа с потенциальными инвесторами. Вот, и к 22-му году мы планируем запустить данный объект. Также мы рассматриваем вопрос по строительству объекта по переработке пластика на 20 тысяч тонн в год. Это более глубокая переработка. Вот, в общем-то, тоже рассматриваем. То есть, после введения этих объектов можно говорить о том, что, ну, проблема утилизации мусора, захоронения мусора, переработки его в нашем регионе будет решена? Ну, до конца нет, потому что, значит, глубокая переработка отходов является приоритетным направлением в нашей работе, и мы будем продолжать и дальше двигаться. Понятно. Еще такой вопрос, смотрите, а вот с какими проблемными вопросами пришлось столкнуться при переходе на новую систему обращения с ТКО? Или, например, уже в ходе реализации реформы? То есть, вот, когда ввели, да, вот эту новую систему, все ли стало понятно? Все ли все понимали, что делать? Делая анализ обращений граждан, можно сказать, что в начале, значит, реформы, в основном были вопросы по, значит, самой реформе, по расчетам коммунальной услуги, значит, по периодичности вывозу мусора. Сейчас на повестке дня стоит вопрос по транспортировке веток. Это отходы, которые у нас образуются, значит, в результате ухода за зелеными насаждениями. Значит, данные отходы, они не являются коммунальными, поэтому должны вывозиться отдельно, по отдельным договорам, муниципальными образованиями. Значит, в основном большие объемы у нас данных отходов образуются в крупных городах, это город Саратов, Энгис, Балакова, Вольск, Пугачев. Работа, безусловно, ведется, большая работа, но, к сожалению, не везде она проводится своевременно. Есть положительный пример у нас, город Энгис, несмотря на то, что там большой объем работы ведется системно, сейчас покупается новая техника, и становится лучше работа в этом направлении. Также положительный пример я мог бы привести и по городу Балакову, по городу Ртищеву, но, хоть и говорят, что это сезонная работа, когда весной и осенью обрезают зеленые насаждения, ведется обрезка зеленых насаждений, но она должна вестись круглый год и системно в крупных городах она должна вестись ежедневно. Необходимо выделять определенные и направлять на вывоз данных отходов нужное количество техники, и тогда у нас будет меньше вопросов. Но по всем жалобам мы оперативно отрабатываем. То есть, смотрите, этим вопросом, вывозом именно таких отходов должна заниматься администрация, насколько я понимаю. и они должны выделять технику, чтобы вывозить это все. Потому что они не являются твердыми коммунальными отходами в соответствии с федеральным законодательством. И региональный оператор, в общем-то, он у нас вывозит только таково. А куда их везти вот эти деревья? Ну, если они измельчаются, в общем, есть практики, допустим, к тому же Энгельсу Поблаков, когда используют измельчители. В общем-то, тогда вопросов становится меньше. А так на специально отведенные площадки с дальнейшим измельчением этих отходов. Спасибо, что пришли к нам в студию и подробно отвечали на наш вопрос. Я напомню, что с министром природных ресурсов и экологии области Константином Доронином мы говорили о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. Редактор субтитров А.Семкин